Итак, приветствую вас, уважаемые пользователи, подписчики интернет-ресурсов Мегаобзор.ком Мы продолжаем обзор видеорегистраторов У нас еще одна новинка на рынке Это интересная модель компании CanSonic CanSonic 707 Дуо модель Интересна тем, что здесь используются две камеры Давайте посмотрим, что же использовал производитель в случае данной модели И для чего используются вообще здесь две камеры Хотя вот такие модели у нас и были, но здесь используется свой оригинальный подход На обратной стороне у нас данные по техническим характеристикам Комплектация традиционная Это крепеж с двухсторонним скотчем Несколько запасных скотчей от компании 3M То есть очень хорошо держат на стекле Есть кабель для синхронизации с компьютером Здесь его стоит не потерять Потому что используется оригинальный разъем И потеря этого кабеля приведет к тому, что придется искать все-таки кабель Здесь что-то среднее между microUSB и miniUSB Поэтому ни тот, ни другой кабель не подойдет И также есть инструкция по использованию И гарантийный талон То есть на модель идет у нас гарантия Давайте посмотрим на сам регистратор Что же здесь есть у нас интересного И в комплекте есть еще один вакуумный То есть вакуумная присоска Вы его выбрать можете между двумя крепежами По личному опыту Все-таки лучше двухсторонний скотч Но предварительно стоит поработать с вакуумной присоской Чтобы выбрать положение на стекле оптимальное И размещение само То есть чтобы был хороший обзор И регистратор не мешал вам в движении У него все-таки относительно большой корпус Составляющий у него габаритства 35 на 52 и 17 мм Вес 98 грамм То есть регистратор не тяжелый По устройству Давайте мы его снимем И посмотрим на конструктивный особенность То есть он достаточно хорошо у нас крепится На лицевой части у нас две камеры Одна камера используется для основной съемки Другая камера здесь используется как зум То есть во время движения Одна камера фиксирует ситуацию на дороге У модели очень большой угол обзора И вторая камера при этом используется как зум камера Она приближает То есть будут видны хорошо номера Лучше чем на основной камере То есть мы будем видеть их ближе Они даже отличаются немного по самой структуре И форме объектива То есть это разные все-таки камеры Не дублирующие друг друга Здесь название модели в центральной части У нас есть фигурный и текстурный логотип На передней части Здесь материал стилизованный под шлифованный алюминий Даже не могу сказать точно алюминий или пластик Но по ощущениям материал действительно качественный А вообще этот регистратор относится к премиум сегменту Его стоимость 7800 рублей На рынке также доступна версия у нас Lite И версия с GPS Вы выбрать можете между собой Но насколько я знаю Можно приобрести GPS модуль отдельно Если вы вдруг в будущем захотите На корпусе регистратора предусмотрен разъем Mini USB для подключения GPS модуля По сразу элементам давайте посмотрим Здесь AV-выход Здесь у нас разъем для подключения питания Производитель не совсем понятно Почему разместил его в верхней части То есть судя по всему у нас очень длинная длина кабеля Для подключения компьютера Для подключения к сети автомобиля Мы можем провести кабель с проблем По стойке автомобиля и крыши То есть вывести его сверху Но именно почему сверху, а не сбоку То есть не все будут все-таки использовать Ну и вообще не помешало бы конечно Возможно продублировать в нижней части То есть чтобы водитель имел возможности Если ему не требует скрытая проводка Чтобы была возможность включить снизу Снизу у нас слот для microSD карточки Здесь до 32 гигабайта Здесь кнопка включения И три кнопки у нас на лицевой панели Панель у нас глянцевая Будут оставаться леды пальца Но они легко стираются И не особо влияют на внешний вид Камера позволяет поворачивать То есть вы сможете снять как салон Так и собственно дорогу Я думаю что в ходе использования Если вам не требуется дублирующая камера На дороге То есть если не хотите вы видеть приближение Можно использовать эту камеру Для съемки того что происходит в салоне По начинке здесь у нас на борту Фирменная система стабилизации Консони кончищей Используется собственный процессор Есть G-сенсор Аккумулятор на 700 мАч Позволяет снимать примерно от 30 до 40 минут Рекомендуется здесь карта памяти Классом 6 и выше Собственно все У основной камеры обзор 180 градусов И широкоугольный объектив у нас 140 градусов Так давайте посмотрим И установим эту камеру собственно И подключим И еще раз вот сейчас даже пока мы снимаем В этой ситуации у нас разъем Для подключения питания закрыт То есть нужно будет все-таки всегда плотно закрывать у нас крепеж И при этом нужно будет То есть вот для места Сейчас мы подключили питание Регистратор у нас включится Встречает нас логотип производителя В плане меню Так сейчас мы зайдем в меню Мы можем здесь выбрать Разрешение камеры То есть Full HD например на верх-низ Full HD на лево-право То есть в зависимости от ситуации мы можем снимать по-разному Дальше Так секундочку Мы можем менять экспозицию То есть вы можете подобрать видео под себя Нужно светлее, темнее Все это можно сделать Во время движения можно отключить горячими клавишами звук Во время движения можно сделать аварийную запись Эти файлы записываются в отдельную память Память здесь, ой, файлы здесь записываются в формате move Так, секунду, нам нужно зайти в память Можно выбрать цикл записи Одна минута и пять минут Здесь баланс белого мы устанавливаем Можем выбрать экспозицию Можно выбрать детектор движения Наложение даты и времени Настроить автозапись при включении Язык, частота, часовой пояс, уровень датчика GPS GLONASS У нас этого нет IQ режим То есть инфракрасную подвеску мы включаем Отформатировать карту и посмотреть версию программного обеспечения У нас версия 5.18 на текущий момент стоит Что могу сказать по видео Давайте мы вернем сейчас в режим Сейчас мы видим две камеры И одна из камер То есть у нас выводится в верхней части Здесь 180 градусов обзор И у нас есть нижняя камера Эта камера используется как зум То есть сейчас мы ее поворачиваем И здесь намного ближе То есть машины здесь уже ушли А здесь они только появились Благодаря этому мы можем Если у вас есть какая-то аварийная ситуация Вы будете иметь два видео И одно из видео будет точно уже Выдавать вам номера в идеальном разрешении Вы будете их видеть Никаких проблем не будет Как и говорил эту камеру можно повернуть И использовать для съемки салона Никаких Также здесь у нас проблем не будет И ограничений также нет Переключаться между этими камерами можно Следующим образом То есть здесь мы переходим на камеру Которую у нас основное видео делает Здесь камера которая приближает Тоже Full HD естественно Здесь выводится две камеры И вы можете подобрать это под себя И в плюс сделать у нас автоматическое отключение Качество видео отличное Хорошо видеорегистратор снимает ночью Никаких бликов, никаких артефактов на изображении нет По ночной съемке у меня также претензий нет Все примеры видеозаписи вы сможете посмотреть по ссылке в описании к этому видео Там вся информация по этому обзору Примеры в различных условиях То есть все-все это можно посмотреть Естественно в один ролик я это уместить не смогу Видеорегистратор CanSonic 707 Duo Получает награду золото Выбор редакции Мегаобзор.ком Модель интересная Если вам нужен полный контроль за ситуацией на дороге Это модель для вас Напомню, у нас на тестах был CanSonic 707 Duo Всем спасибо и пока-пока